Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Текзас, тут я StarLadderTV и сегодня стартуют уже плей-оффы в рамках анимат челлендж номер четыре, призовой фон 200 долларов, победитель получает также слот в про серию, ну и 100 долларов. Второе место 60, третье 40, как-то я слишком сумбурно все объяснил, ну да ладно. Немножко я на матч получилось так, что пришел заходить через DotaTV, а не через лобби, так что небольшие у меня проблемы были с поднастройкой, ну да ладно. В общем, первый матч на сегодня, это краски самый верхний матч сетки, в ламу они же влажная моль против команды ДПВЗ. ДПВЗ это коллектив очень опытный, очень сыгранный и вот в ламу я даже не знаю, в принципе, у них тоже сыграны игры немало за этот сезон, 255 матчей, 166 побед и 63 поражения, в принципе, статистика хороша, но все-таки ДПВЗ противник довольно-таки серьезный, ну и посмотрим, что у них получится. Как видим, стадия пикабанов идет уже активно, я к ней вернусь чуть попозже, так как нужно мне сначала проверить настройки трансляции, а то немножко задержка, как мне кажется, выставлено что-то там некорректно. Ах, вот оно что, задержка стояла через Dota, вернее, стояла через этот, так, теперь я пробую все быстренько. Ну да ладно, в общем, задержка будет 4 минуты на этот матч, я думаю, не страшно, на следующем матче я ее уберу. Так, сейчас все-таки проверю. Тайдхантер, на ласт пик, ладно, давайте пикабаны, посмотрим баны, потому что сейчас мы их не увидим, это Фурион, Войт, Зевс, Сларк, Вивер, Инвокер, ОД, Гирич, Люкан и Бестмастер. В пике у влажной моли, Enchantress, Death Prophet, Урса, Оракул и Тедхантер, ну и алхимик Брюмастер, Дарксир, Бэйн и Спиритбрейкер у ДПВЗ. Кстати, пик, ну-ка интересный, алхимика давненько не видел, он будет еще и керри, получается. Кстати, вот пики интересные, по тесту, правда, нет у кого-то там стана, хотя есть Оракул, как раз-таки зарядит с пылом первым, привяжет, ну и контроль какой-никакой у нас все же есть. Ну что у нас, пикабаны уже сделаны, сейчас мы начнем игру, и вот, у меня все начало работать на трансляции. Да, увы, задержка будет целых четыре минуты, потому что стоит она и на трансляции, плюс поставил я совершенно в ОБСе, так как ОБС-версию сменил на другую, даже не версии другую, а, в принципе, есть ОБС-классики и ОБС-студио, и я решил перейти на ОБС-студио, так как качество можно контентом в разы улучшить. Ну что у нас, пикабаны сделаны, давайте переходить к игре. Я сейчас еще закину пост в паблике, ну и закупы, сейчас, буквально секунду. Вот, пауза, вообще отлично. Да, будут небольшие, конечно, минусы у меня, и я не смогу рисовать на мини-карте, или, в принципе, даже куда-то пинговать, потому что я сижу через Дота ТВ, не успел зайти в лобби. Ну, бывает. Ладно, в принципе, это, думаю, не особо страшно. В общем, ДПВЗ, давайте посмотрим, кто на ком играет. Ух, какой же у него никнейм большой. Хаоспуарт Тариканус. Хаоспуарт Тариканус. А, в общем, понятно. На Дарксире. Йоу-йоу. Майами Бич. На Алхимике. На Спиридрекере. Моле. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У нас на Брюмастере. И Пилюлька на Байне. Ну и Влама против них. Торпеда на Энчандерс. Символично. Торпеда, как раз Кейнчандерс. Самый быстрый герой в Доте. Неплохо. Палантимос на Урсем. Сонная Биба на Дэз Профит. СДФ на Тайтхантере. И Роман Мадрик на Оракле. Ну и все-таки пауза пока что у нас постоит. Это, кажется, неприятно. Но я на следующий матч точно уже успею добраться до лобби. Ну и сейчас пока что проверить трансляцию. Так как микрофон, по-моему, громковато идет звук. Или, может быть, я ошибаюсь. Не знаю. Ну ладно, в принципе, я проверю там во время ввода лучше, чем во время матча. Нужно немножко поднастроить. Так получилось, что даже не смог провести тестовую трансляцию. Совсем забыл, что сегодня будут играться плей-оффы. Ну да ладно. Так, сейчас. Секундочку. В общем, давайте посмотрим на закупы. Закупы стандартные. Алхимик у нас через пумынус шилд решил скатать. У нас тут щитков целая куча. Аж 4 накуплено. Решили защититься. От физухи. Ну, почему бы и нет. Алхимику, понятное дело, нужно отжать руну. Качать всю медальку. Пока, правда, ничего не качал, но все же прокачает. Ну и руна достанет скоростки ему. О, что это было? Что это было, я не знаю. Ну и что, руна для доспрофита алхимика, понятное дело. Алхимик получается медовый, а на Изилэй не будет стать бюстм... Брюмастер, конечно. Как-то бюстмастер я больше привык. Сейчас он залетает. Брюшки я до ныненька не видел. Ну и чуть-чуть их перепутал. Ну как, не их перепутал, а просто произнес немножко неправильно. Ну да ладно. Варды, как видим, уже расставили. Варды стоят следующие. В принципе, неплохой вард для хардленера, для тайтхантера. Ну и вард в мину ближе к своей половине, чтобы его не смогли задевардить. Почему бы и нет. В принципе, неплохая точка. Ну и на топе у нас связочка. Дарк Сью плюс Спирит Брейкер. Связочка довольно-таки серьезная. Потому что толстые. После будут врываться. Там уже на третьих левелах можно будет кабины трощить. Ну а Инчам пока что перемещается на топ. По всей видимости, да. Пускает вперед Медведемона. Ну не знаю, в принципе, с этим Медведемоном кого убить. Спирит Брейкера. Он с щитком и толстоват, 5 армора. Ну, Клэп пошел. А дальше что? Хотя заряжает по моле. Вроде бы неплохо. Федотик сейчас залетит и Бара помчался. Понятное дело, это Аднистан. Сбить его. Вернее, остановить его не получится. Ну и спокойно вот так вот уходит у нас Спирит Брейкер. Все довольно-таки просто. Все довольно-таки просто. Ну, в принципе, мог бы быть Ферст Блад, наверное. Потому что Урса... Хотя нет, Урса была первого левела. У него был только Фьюрис Файб. И не факт, что смогла бы нас грызть. Кто-то заряжает по крипам. Не понятно, зачем. Это делает Роман. Маны все-таки у него не так уж и много. Только три раза можно зарядить. Теперь Сальву пришлось отжираться. Ну, хорошо, что не сбила Сальву. В принципе, Айншелл-то не сбивает. Но все равно. А вдруг бы Крип... Крип шальную тычку закинул. Так, нужно для себя срочно монитор Full HD второй ставить. Потому что 810 не хватает. Котовый БС слишком широкий. Да, куда еще мимо закидывает Шокуэйвом в Миду. Что у нас в Миду? Биба. Четвертый левел. В принципе, топовый. У него КС 10 на 5. Алхимик 7 на 0. Бара. Котомчался, но не домчался. Рун, но решил забрать для себя. Как раз таки Мэджик руну. И если быть точнее, снизу у нас Брюшка фармит. Вроде бы неплохо, но все-таки стоит против Тайдхантера. И Тайдхантер против Меречника стоит слишком уж спокойно. Ну и Бен как-то в соло его особо не позонит, не похарасит. Тайд у нас уже 3-го левела. Ну и уже Сталлоном. Так что можно идти даже подфармить Лиса. Почему бы и нет? Untouchable. Есть уже Enchantress. Барфт толстует. Немножко размять. Но, понятное дело, крайне сложно отдаётся. Шок Вэй, в принципе. Ещё и Файт Эдит на Сюрже, ещё и Скушал. Зачем-то фаер. Ну не знаю, не стоит, наверное, этого делать. Всё-таки фаер полезный. Когда он не съеден. Два урона на дороге не валяются. Ну такое, не знаю. В принципе, связка это Таракл. Зачем Оракл? Всё-таки лучше бы какой-то Леон. Или Шадоу Шаман. Ну или даже какая-то Винга. Почему бы и нет? В принципе, любой стан. Ну, пока что Таракл толку нету. Конечно, есть у него бёрст дамаж сильный. Но он нужен для этого левел. Накраски. Вот Файт Эдит будет крайне хорош, потому что там алхимик. И противоалхимика. Я не думаю, что этот алхимик будет через Эдакторин. Так что кидать на него обезоруживание, это будет круто. Пока что спокойно. Уже почти четвёртым-то наступило. А фрагов всё ещё не было. Дальше подблочить. Неплохая игра от пилюльки. На, кстати, напишите, есть ли какие-то проблемы со звуком или слишком громко, или слишком тихо игра, потому что я сменил ОБС. И, в общем-то, всё он стрелал по новой. Ну, не мог бы быть каталаги, Молли помчался. Молли живёт, 12 хп осталось у него, и всё-таки Спирид Брейкера умчался. Надо прибоубиваться. Да, понятное дело, там его будут стрелять, и он просто заденайлся. Ну, отлично, отлично исполнил Спирид Брейкер. Не хватило буквально чуть-чуть писечки, но всё же это не ферстблат. Но алхимику везёт, находит для себя баунти-рону. Ботлом подрегенился. Сейчас ещё лишняя порция голды. В принципе, можно подождать ещё до пятой минуты. Как нет, чуточку больше. Ну и, в принципе, зачем им сейчас прожимать баунти? Потому что уже фуловый, ну и всё правильно делает. Что брюшка? Брюшка с арканами фармит на линии. Давайте посмотрим, что у нас по лвелам произошло. Уже всё-таки пятая минута. Как видим, проседают суппорты у ДПВЗ. У них вторые лвела. Ничего, понятное дело, фармит в лесу. И у неё с лвела, ну, более-менее, хоть и перемещается. Это Оракл за того, что соло с упорной линии. Экспы. Ну, личит, как раз-таки, урсы. Но не так уж и много. Так что у неё по лвелу тоже всё круто. В Медум ДПшка тоже по лвелу вырвалась вперёд. Алхимик у нас пятый. Но он там баунти-ронус ест. Стакки подфармит. Которых, по-моему, нет. А вот это жаль, конечно, что стакком не сделали. Ну, да ладно. Торпеда заждался своего оппонента. Никто к нему не идёт. Думаю, он недоволен. А, да, точно. Я забыл. Задержка же идёт целых две минуты. Ну, по-моему, есть какая-то кнопка. Отменить задержку. Ну, так я не знаю, как она работает. Ладно, попробуем после матча. Помчались у нас в мид. Два телепорта сразу же кастуются. Пытаются подловить хотя бы Death Profit. С танчиками откидываются. Классно контролить у нас торпеда. Ну, и вроде бы все ушли. Хотя Бара на конца помчался. Танкует пока что Бен. Сифон, что помнил Бен. Бринсап. Кастовал. Будет у него Найтмар. Парпасливый краскинчат. И пилюлю отправят в таверну. Сонная бибом. Фёрст блат для себя. Пошёл ещё и по свайпами наяривать. Нас по тарсиру. Тарсируют в таверну. Ну, и убивают хотя бы в размен Death Profit. Подменяли ещё на Иул. Мастер уже здесь. Ультимейта начинает неплохо расконтролить. Пытается кого-то ещё убить. Но не получается этого сделать. Так что нужно будет бежать. Блинка-то нету. И Клэп. Клэп заюзал. Неплохо. Допл килл. Трипл килл от ахахашечки. Ну, и Брю, похоже, будет жить. Да, поражал Сальву. Там, в принципе, ещё и будут Мессы. Антачи был. Вернее, Энчатрос. Мы закинули. Ну, и будет жить. Подменчат там хоть и слоу. Но стана-то нету. И убивать было бы невозможно. Ну, что у нас? Такой был очень размеренный фарм, так сказать. Никто никого убить не смог. Хотя там были, конечно, моменты со Спиритбрейкером. А вот такой теперь Махач. И сразу же пять героев отлетели в таверну. Два игрока ДПВЗ и три игрока Увлама. Ну, и, понятное дело, ДПВЗ этот файт для себя выиграли. Ну, и что? В принципе, разлить снова по лайнам. Давайте посмотрим, что у нас по фарму. 3500 у Брюшки. Уже почти с блинком. Трипл килл ему даром так не прошёл. Очень разгоняется. Алхимик, понятное дело, с медалькой второй фармит. Тоже очень здорово. У него 1500. И, надеюсь, это не Радик. Хотя, кто его знает. Ну, да, кстати, вот преимущество. Такая минутка автоба. Преимущество вот этого БСа в разы ощутимо. Потому что на прошлом просто грузился процентов на 40. А теперь всего 20. Так что, не зря. Не зря я перешёл. Ну, и надо будет проверить. Всё ли работает корректно. Вдруг всякое бывает. Увы, фидбэка пока что не получил. Хотя пишут, что перегружен процессор, то ли. Ну-ка, сейчас проверю. Блиндагер уже готов у Брюмастера. Заход на Рошана. Забал демеджем. Торпеда сейчас потанковать. У него уже имеется первонатач был. Хотя нет. Курса решила и сама справится. Ну да. Морбит маска дембл демедж. Ажора достаточно. Кодировщик перегружен. Кодировщик перегружен. Интересный алхимик. Пошёл в сторону Рошана. Но нет. Такой же не будут. Не буду они против него воевать. Решили отдать. Хотя пилюль заходит. Рошан уже в демеджем битый. Таид Хантер с реведжем стоит. Вместе пошёл Клэм. Брюшко ворвался. Демеджем неплохо пытается раздамажить. Порубивает вроде бы Урсурса. Пытается бить под НРЖем Рошана. Хотя нет. Решила наступить. Нападает на пилюльку. Ловит станд по лицу. Бара уже здесь. Реведж пошёл. Вроде бы неплохой пилюлька в таверну. Ну и пока что минус 2 заряжает. Пытается подраздать. Телепорт остается в силу Бримастер. Ну и Бримастер теряет. В Кирин Спрей отлетает в таверну. Ну и как-то очень плохо подрались с ДПВЗ. Ну и Рошан понятное дело достанется теперь их оппонентам. Ну и как-то плоховато получилось. Ах точно я забыл что я сделал. Я поставил Full HD качество. Вот это надо будет кстати проверить. Потому что возможно с Full HD будут какие-то проблемы. Да и не у всех он может вытянуть. Хотя в принципе есть настройки качества. Вроде бы всё более-менее. Ладно. В принципе посмотрим позже. Что оно получится на вводе. Ну или в принципе отпишите в чатик. Если есть какие-то проблемы со звуком или с картинкой. Ну что. У нас почти 10 минута. Давайте заценим. Что у нас изменилось по графикам. А по графикам в ламу ведут уже в районе тысячи. Конечно это очень мало. Ну а по XP3. Что по айтемам. Нет давайте сначала. Что по левелам. Как мы видим там Бенус был очень и очень слабый. По нотворсам. В принципе как и по левелу. Последняя карта. Бара. У нас уже почти пятый получил. Правда его разваливает. Но он неплохо рвается. По Death Profit. От своего бисев. Он снова откинул. Бара помчался. Бара ловит свар по лесу. Сейчас может отлететь в таверну. Но нет. В принципе повезло что. Никого рядом не было. Это вообще как-то шальной спелл залетел бы. И отлетел бы. Бедняжка. Спирит брейкер. Ну не знаю. В принципе вот Дрю. Как керри. Который формирует на линии. Ну да. В принципе быстрый левел. И он будет развлекать. Но. Как правило. В моменты когда Дрю. Кого-то развлекает. Ну танчики. Иулы. Все дела. В это время. Либо разваливают базу. Ну не базу. Хотя бы строение разваливают. Хотя бы вышки. А он уже за вышками там. Кого там. Контролит. Либо же. Ну ломают лица. Вот алхимик будет с акторином. Пока что он лица понятное дело не ломает. Но хотя акторин будет весьма неплох. Там особо толстых. Так-то пока нету. Может что тут хантер. Ну и ничего. Понятное дело не пробить. Хотя Натача была всего первого левела. Так что. Шанс пробить есть. Да и там. Дэмэдж такой неплохой. По дайн шелами напаливать. Под тучкой. Закил краски брендсапа. Чисто дэмэдж все-таки. Нападение пошло. Пытается убить у нас быстренько Романа. Ну и Роман. Поцелил себя при помощи фейлс фромайса. Но увы. Это выжить не поможет. По-моему еще телепорт потратил. Но понятное дело лопнет. Хила вошло в разы меньше чем дэмэджем. Ну и 4-5. В итоге счет на 12-й минуте. У Саса Егой. В принципе до блинка еще далековато. Убил на себя фазы. Давайте посмотрим на айтемы. Уже имеется. Сакрад. У Алхимика. Похоже. Дарксир. Высходить в Мекку. Престанартный билд. Что у нас Успбар. Имбара почти с урной. Владмир будет входить. Брюмастер. Ну и Бэйн. Ну, пулсупорт. Он очень и очень проседает. По нетворсу. Инча. Инча купила себе Огрклаб. Скорее всего это на Драголанс. Не думаю, что на какой-то другой айтем. Или какой-то фаст агонит. Вряд ли появится. Но все-таки Драголанс на Инче это очень и очень жесткий айтем. Урсам. Уже с Владмиром. Но нужен срочно Блиндаггер. Без Блинка крайне сложно врываться. ДПшка. Выходит Юлу. Уже имеется Барабаны. Тайдхантер. Почти с Меккой. У них, кстати, осталось всего каких-то пару сотен. Сейчас вышка уходет. Вышку не дефают. Ну и доберет себе этот крайне нужный айтем. Вакуум такое. В принципе, хорошо, что они подцепили. Да, в принципе, хорошо, что никто там станул. И краски ни Блинков, ни Юлов. Еще на двух корах. Которые им краски нужны. Для того, чтобы кого-то цеплять. И быстренько отправлять в таверну. Ну, решили пойти сразу на Т2. Почему бы и нет. Правда, в это время Брюшко. Мид подпушит довольно-таки плотно. И забрать вышку быстрее Бримастера не получится. Хотя Глиф нет. Глифа нету. И, конечно, это неплохо разбирать Т2 на вышку Миду. Но все-таки потеря вышки... А, нет. Там вышку не допушил. Так что не обращайте внимания. Как-то переоценил возможности Бримастера в забирании этой вышки. Там уже крипы закончились. Ну, в принципе, мог, конечно, сам потанковать эту вышку. Но тоже было страшновато. А то вдруг сейчас кто-нибудь из тумана ворвется и развалит. Ну, я, в принципе, мог бы не успеть прожать ультимейт. Да и даже, блин, заюзать. Ну что, начинаем давить довольно-таки плотно. Как видим, преимущество растет в пользу Вламу. Уже по голде 2000. Конечно, не так уж и много. По экспе тоже двушкам. Но все же преимущество есть у них на Эрлигейм. Очень сильные герои. И должны быть довольно-таки сильным. Но Алхимик хватит себе уже Родианс. Врыв пошел. Пошел расконтролировать. Пока что Родианс не успел за этот ультимейт. Убьют до ульты. Будет очень плохо. Сайлнс пошел по нему. И Бримастер в таверну. Да, убили его. Ультимейт не вкастовал. Бара тоже в таверну. Похоже, Алхимик тоже подстрял. Ну, в принципе, там еще миссы по нему прокают. Какая-то бюрста не входит. И пока что размен 2 в 0. Алхимик, конечно, подай аншеллами. Может очень-очень бодро нажечь. Но... Но нет. Не получилось сделать фрагов. Ну и, понятное дело, этот момент полностью в пользу. Вламу. Ну, еще и добили вышку миду и решили отойти. Так, что бар помчался кого-то цеплять. Но, понятное дело, не убить. Да и далеко оттуда бежать тоже не стоит. Ну, что у нас, 15 минута. В итоге, 3 вышки потеряно уже у ДПВЗ. Довольно-таки неплохие айтемы сейчас будут появляться. Увламок, видим, по Нетворсам. Там только Алхимик впереди. Ну, понятное дело, это Алхимик с медалькой. Ну, вот после 3 кура. Увламок, видим, на руках. Суммы весьма неплохие. Тайтхантер. Можно брать себе Блиндаггер. Почему бы и нет? Ну, а после Гривса и догрейдить. И будет совсем-совсем уж крут. Юл уже готов. Дэз Профит. Ну, а урса Блиндаггер. Буквально через пару сотен. Врыв. Пытает поспеченчать Адрес. Пытает все развалить быстренько. Торпеда ворвались. Незавтрак пошел. Но убита не получится. Дэмэджа не хватает. Берста маловато. Брюшка пытается уйти. Сифон по нему пошел. Ловит на него краски Биба. Срезали. Довольно-таки быстро спири Дрейкером. Ну и Клэп. Но, увы, Блинкаут не скастовать. Никто его отпускает. Сюда не собирается. Ну и это минус 2. И Кринспри для себя Дэз Профит оформляет. Неплохо. Неплохо. Конечно, крайне это неприятно. Но все-таки есть Алхимик. Который фармит. Фармит он очень жестко. Уже 9200 по Нетворсу. Ну и посмотрим, сможешь ли такой старый Алхимик с Акторином. Ну, пока без Акторина. Пока что с Радиком. Ну, возможно, будет с Акторином. Хотя, Алхимики я видел. Я даже уже в этом патче их пару раз. Они собирались все на Сирадике, но Акторины уже не выходили. Так что, ну, просто боевой Алхимик с Фаст Радиком, а после крутыми айтами. Это, в принципе, очень неплохой билд. Да и против Русы хорошо, что у меня там мясы проколи по АОЕшке. И какой-то любой врыв может не закончиться таким быстрым фрагом с оверпауэром. Так что, айтем весьма неплох. Ну, посмотрим на дальнейший айтем билд. Ну, это Трава-Ламп. Ну, пока что попахивает Акторином. С чем айтемом? Ну, или Монтой. Смог вылазка прям под крипами. Ну, как-то палевно. Еще под Вардом. Ну, очень-очень странное. Готовы клеем к этой вылазке. Ну, должны быть готовы лавом. Понимают они, что оппонент ушел в эти самые смоки. Все-таки их спалили полностью. Рошана еще нету. Решили, что там уже заход. Но нет, да. Появление Рошана чуть меньше минуты. Готовы встречать Урса. Как-то стоит уж слишком в первой линии. Не стоит далеко нырять. И он раздотливается. Все-таки у нас Бримастер ловит пока что в ультимейте у нас Урсу. Но сразу это все запуржили. Так что Урса пытается уйти. Нужно ее пока отхилить. И чтобы она заняла позицию немножко по выходе. Ревальш. Вроде бы неплохо. Навалит импетусами. Отправляет таверну. У нас уже Спирит Брейкера. Убивает еще и Бейна. Ну и как-то не идет. Файт пока что летает у нас Виуле. Разорвали Энчантрас. Ну, хотя бы одного убили. Энчер Смэш по всей толпе. Раски порезал. Дэмэж довольно-таки плотно. Залетает Файт Эдикт. Неплохо по алхимику. Ну и алхимик поднимается еще и на ветра. Алхимик уже последний. С этой командой отлетает таверну. И это Тим Вайв в исполнении в ламам. Ну и как-то очень плохо. Конечно, на Фортуну я там летал в прошлый раз. Вернее, в файте по алхимику. Файт Эдикт на него уже был повешен. Ну, как мы видим, это минус 5. Вроде бы на одну Энчантрос и 1900, даже почти 2000 голды и 4000 экспы для в ламам. Ну и все-таки грибцы появились у Тайтхантера. Решил... Решил, Блинг не нужен. Ну, в принципе, да. Вернее, я уже несколько раз это говорил. Ну, просто не сегодня. Так что можно сказать, что Блиндаггер на Тайтхантере и Энигби по итогам шанхайского мейджора имеет винрейт ниже, чем когда его не берут. Ну, в общем, когда его берут, проигрывают чаще, чем когда его не берут. Ну и, казалось бы, Энигма, Тайтхантер, герои, у которых ультимейты очень крутые и их краски ради ульты берут, чтобы они врывались и кастовали краски в толпу, но нет. Оказывается, такие вот айтемы Гревсы, Пайпы, они в разы покруче сейчас решают. Ну, в принципе, да. Почему бы и не уходить такие айтемы изначально, а блин, кстати, на потом. Ну, как правило, врываться сейчас не нужно, какого-то далеко. Разве что, на хайграунд, но до хайграунда он, блин, себе купит. А вот такие айтемы на файт, куда, в принципе, все сами приходят драться. Никто так и начинает файт уже спонтанно, там, какого-то Экослэма, Реведжа или Блэкхолла. Ну, и как раз Тайдхантер и Энигма такие герои, которые могут айтемы очень быстро выфармливать. Строула, залетает алхимик в вышку, пытается добить еще и по нижней линии, но вышка слишком уж много хп имеет. Половину примерно. Ну, и не получится так ее спушить. Алхимик ну, прилетел, подформил одну пачку и ушел человек от руну. Конечно, время не теряет довольно-таки много. Шива! Ого, Шива уже готова у Death Profit. Давайте посмотрим, что он по графикам. По графикам уже десятка преимущества у Вламо и по экспе примерно столько же. Ну, и ДПш, как мы видим, не остается от алхимика, несмотря на то, что у нее медальки-то нету. Ну, или хотя бы Медаса. Ну, что, смог вылазка? В разы лучше юзать смог вылазку, чем их оппоненты. Отправляются на поиски. В принципе, сейчас найдут алхимика. Ну, видели его под водом, понятное дело. Сейчас убьют, Сана, Рчала пытается догнать. Пинги пошли. Ну, как же быстро. Он с Яшей с траволами, но не понимает, что за ним выехали. И это быстрый минус. Да, все-таки Беруста там хватает. И алхимик даже ульту прожать не успел. Хотя нет, ульту он прожал, но, как мы видим, толку от этого было мало. Ну, и что? Продолжил свой пуш. В принципе, там пока идет сплит-пуш от ДПВЗ. Пытаются не пройтись по верхней линии, но тут-то уже будет Т3 падать. Ну, да, конечно, заход по миду. Заход по миду. Ну, потеря мида будет не так уж и страшно, но алхимик все-таки байбекается, появляется. Уже у бремастера Владмир, Гвардин Грисы от Дарксира. Ну, в принципе, можно вроде пофайтиться, но все-таки айтемы там очень жесткие упоры, а у вашего алхимика пока что ничего боевого такого нету. Реверс летает, вроде бы неплохой, хотя нет, только по одному разорвали быстрый бремастер без байбека и ультимейт не прожал, как же это плохо появляется. Уже худ, у нас вот этот хантер разорвали быстренько байна, ну и дэмэдж пошел сразу же по милишному бараку, Каспир не годует, но, в принципе, это не страшно, потому что там Кор и с упор сидит таверния, и особо-то дефать не получится, там все-таки алхимик с Радиком, ну и когда подойти убить кого не может, хп слишком мало, нужно срочно ему выходить в хп, было бы хп хотя бы две, две тысячи, ну может две пятьсот хотя бы, то да, можно уже куда-то идти и сражаться, но с тысячей хп против такого большого демэджа драться нереально, да и у Руса его даже с двумя тысячами хп прилежит очень-очень быстро, ну и кстати появляется у Русы аганим, и теперь даже физгрип особо против нее бесполезен, ну и что же теперь делать не ясно, но пропадение гейса две минуты, а мид уже потерян, и кстати потеряны все внешние вышки, так что в ламо сейчас выйдут на пуш какого-то фланга, ну и что у нас по графикам, 14 тысяч голды по хп в районе двенашки, ну и что там на руках, динжата есть, ого, у Романа сколько, 1700, купил себе линзу и сверху еще оставил, неплохо, 13-ка, уже у Death Profit за ДНЛ вышку, по-моему, да, Ракл молодец, отличная игра от него, ну и что по этапам, давайте тоже прочекаем, аганим свеженький появился, Драгл Лэнс, барабаны выходит в аганим, понятное дело, свеженький деньжат больше нету, ну а в принципе уже все нужно есть, разве что БКБ докупить, хотя особо, ну, тут и не нужно, хотя нет, все-таки нужно, там Брюмастер, хотя я безусловно купить против Брюшки, как раз его первым фокусить, а сэвить его особо-то нечем, разве что заслипать, ну, нет, все-таки БКБ нужно, БКБ нужно, ну что, врыв пошел, на пилюльку, пилюлька вард, очень круто тут окупился, он под слипа, толку-то мало, русачья нарычала, после этого слипа, ей было на его, глубоко плевать, ну что, Байбека нету, у Бэйна, ну да ладно, это Бэйн все-таки, и не бытывалось, 20 секунд, правда Глифа нету, и сторона-то будет падать, но он таки быстро, так что, потеряют, по крайней мере, вышку, ой-ой-ой, травела, вернее, травела, телепорт отменил у нас, Дарксир, летел прямо на вышку, и понял, что, если его не отменят, то его быстренько сдует, и теперь пешком нужно добираться до базы, а база-то уже горит, и падает, милишный барак, ну, не знаю, что делать, Дарксир еще далеко, Дарксир еще, по миду, мчится, потеря второй стороны, целиком, краски добили еще, и рейнджовый барак, тут можно тоже рейнджовый добить, почему бы и нет, ну и как-то, оплошал, у нас, Дарксир, ну, это все, минус две стороны, без, каких-то, вообще, движений, у нас только такой, один момент произошел за, этот пуш, это отмена телепорта на Дарксире, все, да, конечно, это плохо, это очень плохо, Манта Стайл, готова, алхимика, но хп все еще мало, 1200, и варды, какие же классные варды, расставляют у нас, в ламу, снова, палец, вылазка, ну, можно поймать, развертить кабинеты, пойти, закончить игру, почему бы и нет, у нас, как мы видим, на руках там суммы, весьма солидные, уже, у трех коров, можно что-то еще докупить, хотя, что докупать, ну, блин, купить на этой катере, почему бы и нет, все-таки уже айтемы жесткие, пайп, гвардиан гриусы, и, ну, блин, и, в принципе, все, хотя можно выйти еще в одну шиву, ну, ладно, в принципе, две шивы, не особо так это полезно, прожимает ультимейт, торпеду, атака пошла, почему не спалили, это непонятно, пошел ультимейт пока что от пилюльки, но последний раз у торпеду, ну, и, как теперь драться, непонятно, рывается у нас спиритбрейкер, аж пошел, ультимейт, как раз, как поражал, у нас уже брюмастер, похоже, убивается еще алхимик, алхимик тарерн, без байбека, как же классно, тут привязали, телепорт кастует, и молит тоже тарерн, трипл килл для романа, как же он тут развалил, и чапка летает у нас в яуле, телепорт кастует брюмастер, ну, а в любом случае, это good game well play, потому что поняли ДПВЗ, что слишком уж в этой игре они подзалили, ну, такая легкая победа для в ламо, я, если честно, не ожидал, чтобы так просто, но получилось как получилось, напомню, что это best of 1 формат, это у нас сейчас играется, турнир под названием анима челлендж номер 4, с призовым фондом в 200 долларов, и дальше у нас будет игра полуфинала, куда кратски прошли в ламо, и теперь будет все получше, я как раз сейчас проверю, потому что были небольшие допущенные мною оплошности в этой трансляции, ну, да ладно, пока что подписывайтесь на мои социальные сети, ссылочки в описании, также не залетает в чатик, с вами Тексас, не отключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok